Сегодня смешанный состав, я так понимаю, есть даже аспиранты физики в определенном количестве. Есть даже будет лица, да? Да. Вот, есть. Значит, шестой курс, есть пятый курс. Кто-то уже это все дело, наверное, даже знает и работает. Школьников нет. Школьников и не должно было быть. Школьникам была прочитана отдельная лекция в 2-3-9. Ваша задача, не дай грязь лицом, и показать себя чуть менее умными, чем школьники, но не сильно менее. Понимаете? То есть понятно, что до этого уровня никогда не дотянете, Володь. Я понимаю, там уже все, уже мозги заросли, там деградировали уже тяжело, уже практически в аспирантуре. Вот. Поэтому, еще раз с огромным удовольствием представляю Павла Аркадьевича Керстнера, нашего заведующего лаборатории, который здесь, как вы знаете, проводит интенсивные исследования, завтра уезжая, которые вы сможете увидеть только в лучшем случае через полгода. Поэтому мы не смогли себе отказать удовольствия, просить его, для чтения заключительной, в плане его здесь пребывания, вводной для вас. Очень приятно здесь читать лекции. Меня снимают, да? Да. Очень приятно читать лекции, тем более, что оказалось, что у нас летом работало несколько Никернов, многие из них из Академического университета, и мне довелось убедиться, что здесь выращивают очень талантливых и знающих людей. Ну, я начну с простого вопроса. Кто эфир? Кто знает? Поднимите руки. Николай, вы должны знать. Да. А можно я подниму руку? Я что-то знаю в этой жизни. Ученые, ответ только частично правильный. Ну, в конечном счете вы узнаете правильно. Значит, я буду говорить... А можно предположение сделать? Да. Это, наверное, люди, чьи геномы секвенировали геномы? Правильно. Это первые 10 человек, чьи геномы два года назад были секвенированы. А на самом деле, первые два генома были секвенированы у Крэга Вентера. Это человек, который прочел геном человека, основала компанию для того, чтобы прочесть геном человека. Джиму Отсона. Это человек, который расшифровал двойную спираль. А это, соответственно, с третьего по одиннадцатой. По двенадцатой, да. Вот. Но это, как бы, начало эры массового секвенирования. И мы увидим, что, видимо, в ближайшем будущем с десяти счет пойдет на миллионы. Очень быстро. И я совершенно уверен, что у многих людей в этой комнате через десять лет будет свой геном. Секвенирован. Значит, что такое секвенирование геномов? Что такое геном? Геном для вас. Это просто очень длинная строка, длиной приблизительно 3 миллиарда муклеотидов, в алфавите из четырех букв. A, T, G, C. А секвенирование генома – это как раз и чтение такой строки. Разные люди, конечно, имеют слегка разные геномы. Но между каждыми двумя людьми в этой комнате 99,9% всех букв идентичны. На самом деле ситуация гораздо более сложная. У нас в лаборатории на этой неделе был доклад о том, что, может быть, люди не так похожи, как раньше думали. Что между ними есть довольно-таки сложные отличия, не выражающиеся. Просто в отличиях... Я не уверен, что вы видите здесь, но есть здесь красненькие буквы вверху. Это то, чем отличается вот этот человек от геномического генома человека. А есть зелененькие буквы, но это то, чем отличается этот человек. И послание заключается в том, что, может быть, эти буковки как раз ответственны за такое огромное различие между этими двумя людьми. Вот. И... Да. Так вот, геномы каждых двух людей похожи на 99,9%. А на сколько похож геном человека и шимпанзе? 99%. 99%. Так что, на самом деле, разница, отличия между каждыми двумя людьми в этой комнате с точки зрения геномной и каждым человеком и шимпанзе, на самом деле, не такая-то большая. Только в 10 раз увеличивается количество различий. Значит, когда мы говорим о секвенировании геномов, то мы имеем в виду, во-первых, видовое секвенирование, ну, каким образом будет выглядеть консенсус геном среднего человека. Но также, с медицинской точки зрения, мы говорим о секвенировании индивидуальных геномов, потому что очень важно понять, как индивидуальные геномы отличаются от видового генома. И есть масса приложений секвенирования, многие из них научные, а многие очень коммерческие. Ну, например, первое, что приходит в голову, конечно, это сравнивать различные виды, например, человека и шимпанзе, и пытаться понять, какие гены в человеке каким-то образом связаны с мнением о том, что люди, по-видимому, лучше умеют соображать, чем шимпанзе. Или, почему у жирафа такая длинная шимпанзе. Ну, видовое секвенирование нужно для того, чтобы выявлять эволюционное родство между видами, определить генетический состав наших предков. Ну и, конечно, очень важно, практически самый мощный способ понимать, что делает конкретный ген, и разбираться в биологии, это сравнивать, как этот ген выглядит в разных организмах. Индивидуальное секвенирование, это, конечно, понимание того, какие генетические болезни каждый из нас переносит, и практически каждый из нас имеет определенные генетические болезни. Судебные исследования, и совсем недавно стало понятно, что секвенирование генома может спасать жизнь, и с развитием, конечно, такого медицинского секвенирования генома, этого будет все больше и лучше. Немножечко назад в историю секвенирование. Геномы научились читать относительно недавно, в 1977 году. И уже через три года за это открытие был дан Нобелевский пресс. На самом деле, очень быстро. Обычно люди ждут по 20-30 лет, и вы слышали, наверное, что трагический человек, который получил Нобелевскую премию по медицине, вчера было объявлено, были объявлены три Нобелевские премии, но выяснилось, что один из них умер два дня назад. Так что люди очень открыты, сделали они это открытие иммунной системы где-то, наверное, 30 лет назад. Так что ждут очень долго, но в этом случае стало мгновенно ясно, что это открытие перевернет биологию, и поэтому в течение трех лет эти люди уже ходили с Нобелевскими премией. 20 лет назад начался государственный проект «Человеческий геном», и цель этого проекта была как раз секвенировать геном человека через 15 лет. Но всего лишь через 7 лет после его начала стартовала компания, которая называлась Cellero Genomics. Это, кстати, первый человек, чей геном был прочитан. Крейг Вендер стартовал компанию Cellero Genomics, и Cellero Genomics заявила, что через три года, то есть до того, как государственная компания прочтет, закончит этот проект, они сумеют прочесть геном человека. То есть это был взрыв, конечно. Представьте себе, что российское правительство решило запустить человека на Марс, или на Луну хотя бы. А частная компания объявила о том, что они это сделают без всякой помощи правительству и гораздо быстрее. Вот это приблизительно то, что случилось. Всем пошло на пользу, потому что правительству стало мгновенно понятно, что есть колоссальный коммерческий интерес к геноме человека. Если это будет принадлежать отдельной компании, то очень многие медицинские исследования будут гораздо труднее делать. И поэтому действительно геном был прочтен всего лишь через три года. И прочтен фактически, как утверждают обе части, одновременно. И вот уже 10 лет мы знаем наш геном. И за последние 10 лет, на самом деле, мы очень активно сегонировали другие геномы. Не потому, что им, например, очень так уж важно, конечно, это очень важно с коммерческой точки зрения тоже, прочитать геном лошади, но потому что всякий раз, когда читается новый геном, это дополнительное увеличительное стекло для того, чтобы посмотреть на геном человека. Но если вы посмотрите, то с 2001 года, когда был сегонированный геном человека, не так-то много, это все животные, которые сегонированы были за последние 10 лет, не так-то много их насегонировалось. И объяснение этому, на самом деле, очень простое. Сегонировать геном человека в 2001 году было очень дорого. Приблизительно 1 доллар за каждый гуклеид. То есть 3 миллиарда долларов за геном. И, конечно, никто не мог себе позволить секвенировать свой собственный геном. И поэтому в 2000-е годы многие компании осознали, что если кто-то разработает технологию, которая позволяет секвенировать геном за 100 тысяч долларов, не сначала, за миллион долларов, за 100 тысяч долларов, за 10 тысяч долларов, то возникнет новая индустрия чтения геном. На удивление, вот сейчас это кажется действительно удивительно, что это произошло, но действительно в течение 10 лет стоимость секвенирования геном снизилось с 3 миллиардов до, на сегодняшний день, 4 тысячи долларов. С 4 тысячи долларовами очень много людей могут позволить себе прочитать их собственные геномы. И в результате, особенно быстро это развивалось в последние 34 года, и в результате в прошлом году, на самом деле, фактически рождается большой рынок приборов, секвенирующих, читающих геном. Иллюмина, это компания, которая находится в Сан-Диего, откуда я приехал, это самый большой игрок на этом рынке. И вот, когда эти слайды готовились, она снизилась стоимость до 10 тысяч, но в прошлом месяце было уже сообщение о том, что стоимость снизилась до 4 тысяч всего. Компания Complete Genomics построила целую фабрику таких машин в Кремниевой долине, и они сейчас сигонируют уже тысячи геномов людей в месяц по заказу разных госпиталей. То есть чтение геномов действительно уже пришло в медицинскую. На удивление, пекинский институт биоинформатики, который просто не существовал еще 4 года назад, превратился в крупнейший в мире центр, пекинский геномный институт, в крупнейший в мире центр по чтению геномов, и мощность этого пекинского центра геномики сейчас превосходит мощностью любого центра в США. Там, кстати, работает более тысячи биоинформатических экспертов, занимающихся. Это огромная армия, просто целая армия. Компания «23 и я» предлагает сейчас очень популярные тексты не на чтение геномов, а на чтение определенных позиций геномов, про которые известно, что они могут быть ассоциированы со специальными болезнями. Их тест совсем дешевый, он стоит 500 долларов. И многие университеты, я надеюсь, этот университет тоже вводит курсы, где студенты читают сначала свои собственные геномы, а потом в течение семестра их анализируют, то есть решают различные биоинформатические задачи, связанные с анализом их геномов. Я так понимаю, что вот у нас есть тоже планы в следующем семестре такой проект запустить. Каково будущее? Некоторые из вас, возможно, слышали, что существует приз, по-моему, всего лишь в 10 миллионов долларов, первой компании или человеку, который сможет просеквенировать геном за тысячу долларов. Тысяча долларов – это цена сейчас обыкновенной генетических тестов, которые тестируют на один ген. Мне кажется, что если не в следующем году, то через пару лет цена действительно опустится до тысячи долларов. И я думаю, что в большинстве стран просто на постнатальную диагностику сейчас тратится сравнимая сумма для каждого ребенка, который растет. То есть представьте себе, что каждый рождающийся ребенок получит его геном, который станет частью истории болезни. Это действительно очень сильно изменит то, как сейчас делается медицин. Ну, во-первых, где-то порядка 3-4% людей рождаются с некими генетическими, видимыми, есть невидимые заболевания, рождаются с генетическими, видимыми заболеваниями. 3-4% – это очень большой процент мопуляции. В этом случае секвенирование геномов может действительно быть очень важным. То есть мне кажется, что очень скоро это станет совершенно рутинной операцией. Более того, геном рака отличается от генома человека. На самом деле, главная манифестация рака на генетическом уровне – это так называемые реарренджменты и мутации, которые меняют его структуру. Поэтому, если речь идет о ранней диагностике рака, которая осуществляется задолго до того, как какие-либо симптомы проявились, то, может быть, в этом случае имеет смысл читать геном. В этом случае это будет геном рака. Не один раз в жизни, а, может быть, каждый год. Так же, как мы делаем в рентгене. Но до того, как мы двинемся в этом направлении, нам нужно на самом деле понять, как секвенировать геном. Есть маленькая проблема. Дело в том, что, когда мы читаем книжку, мы читаем ее от начала до конца, но, может быть, с некоторыми перерывами, буквка за буквкой. Мы до сих пор не можем так читать геном. Что мы можем делать? Мы можем разбить геном на большое количество кусочков. Например, в случае человеческого генома на миллиард кусочков. Каждый кусочек будет довольно короткий. Например, с тонну клятвия. И после этого нам нужно эти кусочки сложить в геном. Вот такая пазма. Мы будем называть эти кусочки риды, и мы попытаемся понять, как их складывать. То есть задача фактически такая. Представьте себе 10 копий газеты труд. И представьте себе, что каждую из этих копий разорвали случайным образом на миллион кусочков. После этого все эти кусочки свалили вместе. Допустим, 30% всех кусочков сожгли, а оставшиеся забрызгали чернилами. И после этого, смотря на эти кусочки, они прикрываются. Помните, там 10 копий газеты. Поэтому, может быть, был такой кусочек, и такой кусочек, и там одинаковые буквы все появляются. И вот смотря на эти кусочки, миллионы кусков, нужно собрать изначальную газету труд. Как это делать? То есть фактически вот этот вот процесс поджигания пачки газет, и после этого становления газеты. Значит, это не совсем пазл, потому что в пазл обычно собирается из кусочков, где части не пересекаются. Но в этом случае это оверлайпинг пазл. Части кусочков будут пересекаться. Кроме того, поскольку мы очень мало понимаем про ДНК, у нас не будут работать подсказки. Например, если мы видим на соседних кусочках убийство и подозреваемый, это не значит, что они должны быть вместе. И есть еще одно, возможно, самое сложное, самое тяжелое осложнение этой задачи. Дело в том, что наш геном, огромная часть нашего генома, это повторяющиеся последовательности. Для этого есть хорошие причины. Дело в том, что наш геном постоянно атакует элементы. Постоянно это значит, допустим, каждые 100 тысяч лет в наш геном добавляется, некоторые последовательности из генома копируют себя в другое место. И таким образом, в результате сейчас приблизительно 50% человеческого генома это повторы. До недавнего времени ученые думали, что это повторы, это так называемые джанк-ДНР. Такое неизбавимое зло того, что в геноме человека присутствуют повторяющиеся элементы, которые склонны вставлять себя сами в генома. Сейчас становится понятно, что это очень важные элементы, и что они несут очень важную информацию и регулируют работу генома. Так вот, сборка вот этой пазлы, про которую я говорю, она, к сожалению, осложняется тем, что 50% пазлов представляют из себя повторяющиеся куски. Если вы посмотрите на этот пазл, я был удивлен, на самом деле, насколько тяжело ее собрать. Этот пазл всего лишь из 16 кусочков. Она, по-моему, продается в американских магазинах пазлов уже лет 20-30. Потому что, если вы начнете ее собирать, вы быстро очень поймете, насколько это... Просто потому, что всякий раз, когда вы прикладываете кусочек, есть вероятность того, что вы его приложили неправильно из похожих кусочек с похожими кусочками. Вот. Понятна задача? Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, перебивайте. Какие-нибудь есть вопросы? Хорошо, Пагин Владимирович. Значит, еще раз. Как происходит секренирование генома? У нас есть... Мы начинаем с большого количества газет труб генома. Не с 10 копий, на самом деле, а с миллиарда копий. Миллиард копий, это очень... Миллиард копий генома, это на самом деле очень маленькая микрограмма клеток. После этого геном некоторым образом дробится на случайные кусочки. И нам нужны эти кусочки садка. Понятно? Как вы это будете делать? Какие есть предложения? Ну, вы, наверное, начнете с какой-то одного, да? Или как? А? Ну, хорошо. Начнете с тысячи. Дальше. А кусты генома они обязательно перекрываются вот так вот? Или они могут как-то вот так другую переставлять? Давайте считать, что они перекрываются. Давайте считать, что вообще в каждой позиции генома есть рид, который стартует в этой позиции генома и вы его получаете. У нас как другие, которые пересекаются с кем-то? Отлично. Значит, возьмем один, найдем тот, с которым он перекрывается, потом дальше пойдем и дальше, и дальше, и дальше, да? А единственное? Отлично, да. Единственное имеет решение такая задача или, казалось бы, раз там много повторяющихся частей, то вполне возможно, что это не так. Да. Совершенно верно. Если вы поняли, почему вот этот пазл трудно собирать, то становится понятно, почему вот это предложение вот так собирает геном очень быстро заткнется. Да? Потому что вы думали, потому что, когда у вас есть этот кусочек, а вы находите пересекающихся кусочков, то пересекающихся кусочков всегда не один, а иногда два, три, иногда миллион. И поэтому, если вы примете неправильное решение, что пересекается с первым кусочком, то вы обнаружите, что ваше решение неправильное только к концу дня. И вам придется идти арку. А сколько раз мы будем просить миллиарды? Можно? Квадратично работать и миллиарды. Квадратично от миллиарды? Ну, можно попробовать, ничего страшного. Нет. Квадратично от миллиарды это небольшое число. Это все еще реально. Но ничего квадратичного я пока не видел. Ничего квадратичного пока не предлагалось. Правильно? То, что описывалось, это явно экспоненциальный алгоритм, если вы будете идти... Но это полный получается алгоритм, по сути. Докажи. У нас есть даже большая вероятность. А? У нас большая вероятность того, что мы можем ошибиться и по сути алгоритм может быть связи с какой-то полной неудачи. Но когда вы говорите в производстве словно и приполнение, вы берете на себя определенную ответственность. Доказывать. Ну, я пока предполагаю, что возможность перевесилована будет усвоиться. Мы можем больше посмотреть и... Хорошо. Давайте тогда через несколько слайдов я действительно докажу, что задача не полная. Вы будете смотреть, правильно ли я доказал. Хорошо? Вы будете снили. где мы остановились? Я тогда... То есть, понятно, что эта задача важная задача стоит сейчас, но она не сегодня возникла. Потому что на самом деле еще более чем 20 лет назад независимо и в одно и то же время в трех разных странах возникла совершенно сумасшедшая идея, которая называется ДНК-чип. Она возникла в Сербии, в России, в Москве и в Англии. Вот. И идея заключалась в том, что без всякого разбивания геномов ДНК-чип я скрываю некоторые детали, в конце предоставит вам информацию о всех строчках длины кей входящих в геном. Мы будем называть такие строчки кеймер. Да? Вот. Ну, в 89-м году появилась статья в журнале Science, в которой фактически было сказано, что использование ДНК-чипов для определения последовательности было бы всего лишь заменой одной безнадежной задачи на другую. Вот. В 89-м году я только-только защитил диссертацию и мне показалось, что у меня было много времени, чтобы заниматься безнадежными задачами. И я стал как раз смотреть на эту задачу и более того, у меня появились некоторые идеи. Я стал разговаривать с Андреем Мерзабековым, который был вице-президентом Академии наук, директором Института молекулярной биологии иногда, и Раден Манас, который был всего лишь по сдох в Англии. Я написал письмо Раде и мы с ним встретились в Биуграде в 89-м году обсуждать эту задачу. Потому что он очень хорошо понимал, что даже если экспериментальная часть, они предложили чисто экспериментальную часть, того, что они предлагают будет работать, с этим ничего будет сделать нельзя без вычислительной части. Так вот, мне на самом деле было очень интересно, я поделюсь с вами, как развивалось это. Значит, в 89-м году абсолютно никто, кроме, может быть, этих трех человек, верил в то, что эта идея будет работать. В 90-м году, в конце 90-х годов, я приехал в США и через где-то три месяца меня пригласили в департмент энергии, где чиновник департмент энергии собрал фактически всех людей, которые занимались этой областью. К тому времени, в 91-м году, в комнате сидел человек 20. Это были все люди, которых интересовал этот вопрос. Но по результатам этой беседы этот чиновник принял решение о том, что Дмамуца и Мирзобекова нужно срочно пригласить в США и предоставить им работу в национальной лаборатории. Дмамец действительно в течение года переехал в США и Мирзобеков переехал через несколько лет и стал работать в национальной лаборатории. Через 5-6 лет это превратилось в многомиллиардную индустрию. То есть, действительно, идея заработала, она работает сейчас, индустрия ДНК-чипов существует. С помощью этой индустрии есть много применений этого. Но, что поразительно, это то, что на самом деле кто-то в департаменте энергии США думал об этом и принял решение вложить, ну тогда сколько стоило для департамента энергии перевести 10 ученых из Сербии вместе с жеными детьми в Аргонскую национальную лабораторию Копейки. И в результате вся эта индустрия, которая была на самом деле придумана, идея была придумана вне США, вся индустрия сосредоточена в США. Много компаний занимаются. Вот. Я не уверен, что на самом деле в этой аудитории вы готовы слышать, как работает ДНК-чип. Я и детям я это не рассказывал. Но вам тем не менее расскажу. Можно вопрос? Да. А камер и рит это разные вещи? Камер и рит? Да. Понимаете, для наших целей считайте, что камер это рит для простоты. Но процесс совершенно другой. Нет никакого разбиения веномом на части. Сейчас я вам расскажу про процесс. Хорошо. Представьте себе, что вы создали некую матрицу, состоящую из 4 степеней К-клеток. И в каждой клетке синтезировали в общей сложности если вы интересуетесь например 10 мерами существует всего лишь 4 в степени 10 последовательности длины 10 то есть всего лишь миллион. Легко создать даже в то время в 95-м году в 98-м году можно было создать матрицу и в каждой клетке этой матрицы вырастить вот это слово длины 10 синтезировали. после этого вам нужно взять ДНК и ДНК как вы знаете гибридизуется с комплементарными фрагментами A гибридизуется с T и G гибридизуется с C поэтому если в ДНК находится ваш сегмент размера ваш кеймер размера 10 то ДНК просто прилипнет к этому сегменту правильно? после этого или вернее с самого начала на ДНК нужно поместить лампочку это тоже можно сделать и после этого после того как какие-то фрагменты ДНК приклеились а в каких-то каким-то клеточкам не приклеились нужно смыть и в результате на этой матрице будут сидеть только фрагменты ДНК в позициях где они приклеились и после этого взять микроскоп и посмотреть где горят лампочки можно вопрос? да? а если например 99 совпадут а сотый фрагмент не совпадет то отличный вопрос я к нему приду давайте считать что если сотый не совпадет то она не будет гибридизоваться должно быть идеально то есть приблизительно это работает так нужно повесить лампочку на ДНК вот это сделано называется Flourism Label после этого вот эти фрагменты длиной К синтезировать в каждой участке чипа для этого была придумана фантастическая технология которая их синтезирует приблизительно по тому же принципу по которому Intel делают их чипы с помощью фотолитографии и мне добилось работать вот как раз с компанией которая называется Akometrix которая придумала эту технологию и мы на самом деле с моим студентом горды что на каждом чипе есть несколько проб которые специально мы сконструировали для того чтобы проверять надежность этих чипов и там возникают очень интересные комбинаторные задачи при дизайне этих чипов так вот если вы посмотрите на каждую из этих квадратиков на этот кеймер то к нему может подъехать ДНК и гибридизоваться с ним если есть идеальная комплиментарность ATGC и после этого в конце концов в каких-то частях этих матриц прилипнет ДНК в других не прилипнет и после этого вы можете просто посмотреть где прилипнет результат у вас будут светиться какие-то клетки в этой матрице и по этим клеткам вы можете узнать какие кеймеры входили в состав вашей ДНК ну действительно если у вас светится CAT что является что гибридизуется с CAT ATG A-T-C-G это значит что в вашем ДНК присутствовало ATG и так мы пройдем по всей клетке мы узнаем какие тройки входили в состав ДНК отвечая на вопрос все было бы хорошо если бы действительно гибридизация была идеальной к сожалению ДНК чипы они были придуманы исключительно для того чтобы секвенировать ДНК читать ДНК но к сожалению так как биологический процесс никогда не был доведен до идеальности это не точный биологический процесс он зависит от энергии зависит от температуры то к сожалению то о чем мы говорили происходило поэтому идеально это никогда не работает я провел где-то год своей жизни и к сожалению вовлек в это своего постдока пытаясь понять можно ли тем не менее читать ДНК из неаккуратных кемеров кемеров с ошибкой выяснилось что при параметрах той технологии которая была в конце 90-х годов это сделать нельзя было и фактически компания лидер в этой области перестала заниматься секвенировать то есть здесь на самом деле очень поучительная история компания была создана для того чтобы секвенировать ДНК вскоре после того как компания создалась очень быстро стало понятно что ДНК секвенировать не удастся казалось бы компанию нужно закрыть в компанию были вложены огромное время но в компании работали очень умные люди и они поняли что помимо секвенирования чтения ДНК есть другие приложения например другие приложения это не читать ДНК а находить разницу находить необычные мутации в определенных позициях это создало во всяком целый рынок исследований мутаций или так называемых символ муглята полиморфизм в человеке и оказалось что это был огромный мы немножко в сторону отходим от задачи наша цель даны все кемеры в геноме нам нужно восстановить динок и я сейчас приведу два математических подхода когда его будем как раз обсуждать значит кто это знаменитые мосты Кеннеди пиарда и жители Кеннеди пиарда являя неправдую мугляду их им рисовал такой странный вопрос можно ли выйдя из определенной точки вернуться в нее таким образом что каждый мост будет пройден ровно один раз как вы думаете можно и Леонард Эйлер в этом городе как раз решил эту задачу для любого города даже для города с миллиардом мостов сто лет позже другой великий математик придумал и издал и продавал игру которая называлась икосаэдрическая игра икозинге и фактически на этом без давания в подробности на этой игре было в этой игре было 20 островов якобы островов здесь показаны белыми соединенных некоторыми мостами искусственными и вопрос заключался в том можно ли найти путь посещающий или цикл посещающий каждый остров только один раз идентичная фактически задача но только с другим не в Кеннегсберге а на этой доске правильно идентичным значит для первой задачи найти путь который проходит через каждый мост лишь один раз Кеннегсбергские мошты это первая задача а вторая задача найти путь который проходит через каждый остров один раз что соответствует первой задаче подкокироваться Эльверс что соответствует второй задачи В чем разница между этими двумя задачами? Первая решается легко, а вторая решается сложно Этого, по-моему, дети не знали Хорошо Понятно, как преобразовать Кенигсберг в граф И после того, как мы поставим вершину на каждый остров И соединив два острова, есть ли между ними мост И фактически задача прохождения Кенигсбергских мостов Соответствует задачи нахождения цикла в этом графе Который проходит через каждое ребро ровно один раз В этом графе нельзя найти такой цикл, потому что Три нечетных вершины Потому что есть хотя бы одна нечетная вершина Это достаточно Три нечетные вершины Три нечетные вершины Ну это понятно, потому что если уж вы вошли вершину То из нее, видимо, нужно выйти, если вы делаете цикл Значит, количество ребер вершины будет черт Для эхосиедрической игры Точно так же строится граф Вот И Да, это я объяснял для детей, вам это не нужно И, соответственно, две эти задачи Соответствуют задачам Эйлерово и Гамильтоново цикла Как вы правильно заметили В Эйлерово задачи Муравью нужно пройти каждое ребро ровно один раз А в Гамильтоново задачи Муравью нужно пройти каждую вершину Да Значит, этот граф не Эйлеров Но очень просто его сделать, превратить в этот граф Просто для каждой вершины нечетной степени Каждые две вершины нечетной степени Нужно соединить ребром, и этого будет достаточно Выбрать пару вершин И соединить их ребром Тогда у нас граф станет первый Ну и каким-то образом, наверное, можно искать Гамильтоновый цикл в этом графе Но я не знаю, как это делать И для этой задачи нет Хороших решений Значит, у нас есть задача о Бейлерово цикле Задача о Гамильтоновом цикле Давайте, по крайней мере, задачу о Бейлерово цикле решим Мы будем ее решать только для ориентированных графов Если не возражаете Чуть-чуть попроще будет Значит Мы определим, конечно Входящую степень И исходящую степень, как обычно Из вершины И Теорема Эйлера Это ориентированный граф Является Эйлеровым Тогда и только тогда Когда он связен и сбалансирован Балансирован это значит в каждой вершине Количество входящих Правное количество исходящих Правильно? Теперь тест Кто может доказать эту тюрьму? Кто может доказать эту тюрьму? Меня интересуют школьники Школьники А школьники могли доказать? Школьники доказали Школьники доказали, да Давайте, по крайней мере, докажем одно с того Пятый курс, пожалуйста Если граф Если граф Эйлеров То он должен быть балансирован Правильно? Почему? Мы должны выйти Выдавить 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 Если Вошли в какую-то вершину То должны уж и выйти Значит Количество входа Теперь давайте докажем Что если он баланс То он Оилер Если граф балансирован То он Оилер То есть фактически Я вам даю графы И должны найти Оилеров цикл Как это сделать? Отлично, давайте пойдем Давайте пойдем Так, 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 так Так, так Так И, а что, собственно Мы идем И, видимо, мы идем Вес правого прохода По уже пройденным ребрам Правильно? То есть в какой-то момент То есть мы фактически Делаем Такой Случайный Проход по графу Да? До тех пор, пока мы не уперлись Ну вот представьте себе На минуту, что мы вот Уперлись, начали, допустим Там, а уперлись здесь Что дальше делать? Вернуться на один шаг назад Хорошо? Сейчас, секундочку Так, вернуться на один шаг назад Так Дальше Есть Посмотреть другой вариант Окей, хорошо Ну и как Как Какова будет Сложность отбалка В этом случае, конечно, Экспонциальная Просто так не надо делать Не надо делать Ну а что же делать Если мы вдруг Дальше мы можем идти Вот взять Пошли Уперлись И дальше Уже Больше нет ребер Некуда идти дальше По-первых Берется Могли В той точке Откуда Вышли Потому что Это очень хорошее наблюдение Действительно Мы не можем Если мы вышли Вот из той точки То мы не можем Остановиться В другой точке Почему? Потому что Если мы вошли В какую-то точку То мы должны Должны выйти Заткнуть Закончится Наш поход Поскольку у нас Одинаковое количество Входящих и выходящих Если мы находимся В данной точке Допустим Вошли два раза И вышли один раз То у нас всегда есть выходная Совершенно верно Абсолютно согласен Поэтому Если уж Если Поскольку у нас граф Балансирован То мы Придем В ту же самую точку Откуда мы вышли Практически Все сделано Правильно? Не совсем Да Потому что Мы можем На самом деле Какие-то ребра Вообще не пройти Что делать тогда? Пройти начало так же А в этой точке свернуть Пройти куда? Начало повторить А в этой точке Пройти по другому А То есть Не использовать этот цикл Да? Конец цикла не использовать После муравьев А А как узнать Абдук Если мы туда пройдем Почему? Мы должны выбрать те вершины Те ребра По которым мы прошли Мы должны образовывать Такой же цикл По задаче И его можно будет включить Отлично Да Давайте мы вот этот Красный цикл Как бы зафиксируем Можем думать о нем Как мы убрали эти Ребра И позовем второго муравья Который будет Оставшийся граф проходить Зеленого муравья И он тоже построит Какой-то цикл Правильно? Вот Вот Нам же не нужны два цикла Нам нужна один цикл Значит Он нашел этот цикл Правильно То есть Вот он нашел этот цикл Вот Важно что Этот второй муравей Не начинает где угодно А начинает в одной из вершин цикла Который уже прошел Но в результате У нас сейчас есть два муравья Каждый ходит по своему циклу Но мы можем Поскольку у нас Полный контроль над муравьями Мы заставим Вот этого первого муравья Начинать не там Где он начал А немножко в другом месте Обходить свой красный цикл Так чтобы зеленый и красный Начинали в одном месте Это цикл Так что где хотим Там он и начинает И тогда можно сначала Просто пойти по красному циклу А потом пройти по зеленому циклу Это один цикл Если до сих пор не покрыты Все ребра Ну позовем третьего муравья Четвертого и пятого Закончим Так Какая комплекция Этого алгоритма А? А? По числу ребра Ну надо еще потрудиться Чтобы по числу ребра Надо подумать О структуре данных Немножко Ну да Ну на самом деле Да Вы Близки к истине Хорошо Значит Северный цикл мы решили Теперь Давайте Поговорим о том О чем вы Обсуждали Об NP-комплитности Да Это вы знаете Что для гамильтонного цикла Пока нет Решения И вы знаете Я могу наверное пропустить Эти слайды Про NP-комплит задачи Потому что Вы это все знаете И Теперь Давайте Начинать Дином Начинать Собирать Дином Сначала Несколько упрощений Мы будем подразумевать Что каждый кеймер встречающийся в диноме Встречается Хотя бы в одном риме То есть Мы будем считать Что мы знаем все кеймеры Почти что как для ДНК чипов Если вдруг Миракулосли ДНК чип Из работы На самом деле С вычислительной точки зрения То что делают Современные технологии О которых я говорил в начале Современные технологии Чтения геномов Они достигают Той же самой задачи Фактически На которые Были направлены ДНК чипы Все кеймеры Получить все кеймеры Из геномов Но только они делают Это для гораздо Ла Более большого К И более аккуратно Чем ДНК чипы О которых я говорил Будем считать Что все считывания Безошибочны Ничего общего с реальностью Но для начала Будем считать Что каждый кеймер встречающийся С геномом Встречается в нем Один раз Будем считать Что мы вообще работаем С кольцевыми хромосомами Значит Если мы знаем Все кеймеры То мы можем создать Действительно Некий граф Правильно? Как мы создадим граф? Мы построим вершину Для каждого кеймера Вот у нас Потихонечку Формируется Набор вершин Да? И после этого Нам нужно придумать Как Как граф Будет устроен Как он будет устроен Полный Как Полный Ну не может быть Полный Ну видимо между двумя Кеймерами существует Ребро Если Конец первого Перекрывается с началом второго Разумно Потому что они могут Идти друг за другом В последовательности В последовательности Да? Давайте так и сделаем Ну например Из ATG Есть две возможности Туда пойти Можно пойти в TGG А можно пойти в TGC Ну давайте туда и пойдем И так далее Что может стоять после ATG Если у вас в геноме На каком-то месте находится ATG Что может быть следующее? Может быть TGA TGC TGG Правильно? Может быть ATG GC ATG GC Не понял GC уже есть Прикрытие в одном Нет Помните я сказал Что все кеймеры Присутствуют в геноме Это значит Если есть ATG Тогда есть что-то Начинающееся с DG На определенной позиции Со сдвигом в один силу Да? Что? Со сдвигом в один силу Со сдвигом в один силу Да Потому что в каждой позиции Есть кеймеры И я буду продолжать Таким же образом Это строить И в конце концов Построю такой град Как это мне может помочь? Зачем я это делаю? ATG Что нужно? ATG Путь посещающий все вершины Действительно Поскольку все вершины Это кеймеры То путь посещающий все вершины Объясняет всякие меры И значит Является правильным Решением задачи О сборке генома Согласны? Единственная проблема Заключается в том Да, вот он путь Я кстати вам его даже покажу Вот мы начинаем здесь После этого идем сюда 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 И он будет записан Один за другим И он вот так и будет В общем мы продемонстрировали Что задачи сборки генома Можно свести в задачи Аггантонового цикла Правильно? Поскольку мы знаем Что задачи Аггантонового цикла Тяжелые То это значит Что задачи сборки геномов Видимо Вы были правы Мпком Да? Да? Ее лучше Значит Она Не трубки А? Это значит Пока только Трудь Да Нам этого достаточно Согласны? Да Поскольку Аааааа Стоп Она Мпком При таком подходе В сборке геномов Но ведь можно По другому Это Пытаться Представить Это ничего не значит. То, что мы не решили задачу с первого раза, не значит совершенно ничего. Это значит, что мы не умеем сводить задачу к разумным задачам. Давайте попробуем это сделать. Кошмар, на геном уже напарит. Вирусы просто атакуют. На самом деле, что удивительно, но геном человека фактически в 2001 году собирали неявно, решая гигантскую задачу аргументационного. С очень большими эвристиками, но действительно, вот в то время, когда геном человека был собран, это было одно из самых больших вычислений когда-либо сделанных человек. Селера Genomics, это компания, которая осуществляла это секвелирование, оно ассамблировано в самый большой парк компьютеров в США после Национального агентства безопасности. То есть вы можете себе представить, что творится в Национальном агентстве безопасности. Это удивительно. На самом деле, начиная где-то с 2001 года, моя лаборатория начала агитировать за то, что задачу нужно решать не так. Что это вообще очень плохой способ собирать геном. И поскольку в 2001 году геном был уже собран и было сделано, разработано довольно большое количество программного обеспечения для сборки генома и внутри компании, и в паблик доме, то вот с этой технологией, порядка 50 миллионов, по-прежнему можно было собирать геном. То есть тяжело, очень тяжело, с муками. Но можно было собирать геномы. Но когда новые технологии появились на рынке, где-то 3-4 года назад, и когда количество ридов начало зашкаливать, и риды становились все короче и короче, важно не только количество рида, а важно то, что если риды короткие, представьте себе, что у вас пазл состоит на 50% из голубого неба, и вы должны ее собирать. Но собирать еще из мельчайших кусочек. То есть задача становилась настолько тяжелой, что попытки решать ее вот таким способом разрушены. И поэтому я вам покажу тот, на самом деле, тот способ, за который мы начали агитировать в 2001 году, как раз тогда, когда человеческий геном был закончен. И нам было на самом деле очень приятно, что вот как с Next Generation технологии, когда появились, с нами все согласились. Геномы сейчас сфермируют именно так, как я покажу. Основываясь не так, как я показал, основываясь на этой идее. Давайте построим, идея очень простая. Давайте по-другому будем анализировать и смотреть на данные. Это те же самые данные, которые я вам покажу в начале. Но мы построим из них другой граф. Мы возьмем, если у нас есть K-мер, мы построим граф на всех K-1 мерах, встречающих в нашей кеме. То есть мы построим граф на всех двух мерах, встречающихся в наших данных. G-K, например, такой кем, T-G, G-C, C-G. G-C уже был, появился до этого. Значит, мы его не добавляем в наш граф. И продолжаем вот так вот строить наш граф. Построили. Это все двумеры, присутствующиеся в этих графах. После этого я начну соединять два, двумера, если существует три мера, такой, что его префект совпадает с первой вершины, а его сафик совпадает с второй вершины. Например, G-K и G присутствуют среди моих три мера. Среди моих вершин. Поэтому я соединяю G-K и C-G. И продолжаем в том же духе. Так я построил мой граф. Что соответствует ридам или три мера в моем графе? Что я должен сделать для того, чтобы построить геном? Я должен найти геном, в котором присутствуют все ребры. То есть я должен пройти, найти эйлеров цикл, проходящий по каждому ребру ровно в один раз. А эту задачу, как вы сами видели, решать очень просто. Ни о какой NP-hardness или NP-completeness речи. В графе, конечно, есть эйлеров цикл. Вот я его показываю. И поэтому эйлеров цикл, так же, как и по Гаврилетону, его можно просто восстановить геном. А если вы получаете на руки риды, строите граф и у вас по критерию оказывается, что у него не существует эйлеров цикл? Очень хорошо. Давайте подумаем, существует он или нет. Значит, для этого нам придется вернуться где-то на 60 лет назад. И в это время Ди Брюань, за которым, я уверен, Александр Владимирович еще будет рассказывать в курсе комбинатории по поводу его других достижений, а может быть даже этих. Поставил такую задачу. Представьте себе, что у вас есть все бинарные числа длины k. Какова будет длина самой короткой строки, циклической, в которой каждая из этих 2 to the power k чисел присутствует? Для k equals 3. А для k equals 4? Еще раз, можно ли k чего? Если у вас, например, есть все трехзначные бинарные числа, каким образом их можно представить в циклической строке, так чтобы каждый из этих 8 чисел присутствовал? Ну вот здесь явно 8 достаточно, потому что в этой строке присутствуют все. Видите, 0, 0, 0 присутствует, 1, 1, 0 присутствует. И все остальные тоже присутствуют. Но как строят такие циклические строки? А что делать для k equals 4? k равняется 4. Какова будет длина? Как решать эту задачу? Понятно, что если как же строить граф, соединяете вершину ребром, если она является... На чем строить? Допустим, у вас есть k-мерс. На чем строить граф? У вас есть все три меры. Да? На чем будем строить граф? Понимаете, вершиня? Не вершиняйте. А, на всех планах. Да. Отлично. Это именно то, что Гебрёня описал. Ну, сейчас я строю граф на всех четырех мерах. Допустим, у меня есть все четырех меры. Их 16. Я строю граф на всех трех мерах. И строю его по тому же принципу, который я показал до этого. То есть, ребра соответствует... Вершина соответствует всем трем мерам. А ребра соответствует всем четырех мерам. Понятно, как он строится? И, фактически, задача Гебрёйна сводится, если у этой задачи есть хорошее решение, кратчайший путь это Эйлеров цикл график. Правильно? Потому что он объясняет все кеми. Существует ли в этом графе Эйлеров цикл? Почему? Ну, естественно, потому что степень вершины, каждая вершина в этом графе является количество букв в алфавите. То есть, два. В нашем случае. Но это можно делать для любого алфавита. То есть, в этом случае нет сомнений, игра Фейлера, задача решается. А в нашем случае с геномом является ли игра Фейлером? Кто-то задавал вопрос. Как мы уверены, что граф будет Эйлером? Воспомните, что на это свобоку. То есть, если бы нам не повезло и было только три нуклеотен, то тогда вся эта теория совершенно бы разрушилась. По построению. По построению. Потому что изначально существует. А если ошибка была в данном? А? А если была ошибка? Мы про ошибки пока не говорим. Ошибки отдельные. Става. Передашивающие степени с геномом с геномом Ну, понятно, что в этом графе геномном в этом графе степень каждой вершины фиксирована. В графе геномном она не будет фиксирована. Подумайте, каково она будет. И из этого вы сразу увидите, что входящая степень каждой вершины равняется исходящей степени. Как только вы поймете, какова степень каждой вершины, вы поймете, что входящая равно исходящая. Хорошо? Где-то у меня есть подсказка здесь по поводу этого. Но я не буду дальше insult your intelligence объяснять. Так. Но все, что я рассказал, это слишком просто. На самом деле над этими задачами работают очень много довольно больших команд. Computer scientists лидируют сейчас в этом соревновании. Одна команда из Кембриджа, одна команда из геномного института Пекина, одна команда из MIT и одна команда из Канады. Вот. Мы надеемся, что тоже в этой гонке поучаствовать и кое-какие обещающие результаты есть. Но гонка достаточно серьезная. Я имею в виду здесь, в Санкт-Петербурге. Значит, мы сделали некоторое количество упрощений. Каждый кеймер, встречающийся в геноме, встречается хотя бы в одном реле. Считывание безошибочное. В биологии ничего не бывает безошибочным. Каждый кеймер, встречающийся в геноме, встречается в нем ровно один раз. Исследуемый геном одна кольцевая хромосула. Вот. И здесь, на самом деле, я просто хотел сказать, что в какой-то момент есть компьютер сайенс, а есть проблем с овы. И очень часто они перекрываются, имеют что-то общее. Но очень иногда получается так, что компьютер сайенс уходит в сторону от решения реальных проблем. Это некое упрощение, которое мы использовали, потому что если кеймер встречается много раз в геноме, то граф станет несбалансированным. Потому что если кеймер повторяется много раз в геноме, то соответствующие рюмбра будут иметь определенные мультиплисики. И мы должны заботиться об этой мультиплисике для того, чтобы балансировать наш граф. И это нечто, что не всегда можно вывести из биологических данных. Я пытался скрыть это от вас, но вы заметили. Ну, потому что, скажем, если у нас дина генома Н, то у нас в нем можно выбрать Н-К плюс 1 дали. А всего каймер четырех букв на вторых 4К. Если 4К меньше минус К плюс 1, то соответственно будет отрезать. Будет. Но мы пока что рассматривались в случае, когда К большое, и так нам повезло, что в геноме повторов длины К нет. Конечно, это упрощает нашу жизнь. Повторы длины К-1 есть, а повторов длины К нет. Конечно, это упрощает нашу жизнь, но я вашу жизнь сделал проще, потому что тогда бы все доказательства, тогда бы мне нужно было спрашивать вас, знаете ли вы, что такое потоки в сетях и теоремы Форда Фолкерсона и каким образом находить Мультиплисити и наш разговор затянулся бы на гораздо дольше срок. А я знаю, что вы уже, у вас был тяжелый день и вы ограничены во время. Вот. То есть очень много действительно деталей и вот эти детали в реальной жизни нужно, нужно, с ними нужно работать для того, чтобы задача конкретная была решена. Эти задачи не всегда выливаются в теоремы. Иногда они выливаются в здравый смысл, какие-то разумные решения. И здесь в этой задаче действительно такая хорошая комбинация интуиции и здравого смысла. Я могу начать рассказывать про каждую из этих задач, но я не знаю, насколько это важно. Я подумал, может быть, более какую-то серьезную теорему сколько у нас есть? Еще час есть, да? Давайте я не буду говорить об этих этажах. Поверьте мне, что здесь достаточно много людей на четвертом этаже работают, которые как раз занимаются этими мелочами для того, чтобы реальные алгоритмы вычисляли реальные геномы. и я просто не буду говорить. Ну, давайте об одном, только об одной сложности расскажу, об одном усложнении подачи расскажу. Что случится с нашим графом, который мы строим, если кейнеры, некоторые кейнеры неправильные, если некоторые ряды, которые выходят из машины неправильные. подсказка. Практически все ряды, которые выходят из машины неправильные. По крайней мере, одна ошибка в них есть. Как правило, в них, ну, соответственно от того, насколько если их не обрезать, там, anyway. Если у нас были изначально все ряды уникальные, в идеальном случае, вдруг в одном рейте только помел ошибка? Давайте так считаем. Допустим, у нас есть все правильные рейты из геномы. один правильный. Но помимо этих правильных есть еще один пример. Например, если один неправильный, в этом случае ребро, которое должно было бы идеально играть в себе, в том идеально правильный чипен рейте исчезнет, но появится красное ребро в таком месте. Да, это одна из проблем. Граф может перестать сильно связан к яру. Да, и это может случиться. Но давайте на самом деле немножко подойдем к реализу. Вот эта компания Иллюмина, лидер в этой области, она сейчас делает машины, которые читают риды размером 100 мугляделей. Я не следил за этим 3-4 месяца, я уверен, что это уже 120 или 140. То есть там непрерывно работают люди на то, чтобы улучшать. Но давайте считать, что 100. Строить граф на множестве ридов размером 100 не имеет смысла. Каждый из них неправильный. Поэтому строят его на ридах, например, размером 50. 50. Потому что некоторые из этих ридов размером 50 правильные. По крайней мере, если мы выделим из всех ридов все перекрывающиеся кеймеры размером 50, то с большой вероятностью один из них будет правильный. Таким образом, мы поймаем все правильные кеймеры. Они будут присутствовать в нашем графе. Но к сожалению, в результате такого процесса в графе появится еще очень много неправильных кеймеров. Поэтому давайте подумаем, как будет выглядеть наш граф, если в нем будут появляться неправильные кеймеры. Представьте себе, что у вас есть вот такой рид с ошибкой TGG и ошибочный. По этому риду мы построим некоторое количество троек или четверок и много четверок перекрывающие эту ошибочную позицию будут ошибочны. И возникнет такой неправильный цикл в этом графе. Правильно? То есть изначальный граф выглядел таким образом. А реальный граф будет иметь выстав мы называем Bouch который будет выглядеть вот таким образом. Как с этим бороться? Короткий, да. Короткий. Он-то короткий, но их очень много. Потому что каждый рид имеет ошибку. значит если у вас давайте давайте смотреть. Допустим вы читаете геном бактерий. Несколько миллионов маклеотидов короткий геном. Значит в нем несколько миллионов маклеотидов. Правильно. Но для этого генома вы читаете ну скажем 100 миллионов ридов. В каждом риде есть ошибки. В результате в этом геноме состоящие всего лишь из допустим 5 миллионов вершин. существует 100 миллионов неправильных веществ. Поэтому вот это реальная ситуация. То что я нарисовал цветом это правильные ребра. На каждом из этих правильных ребер сидят тысячи неправильных ребр. Как понять где правильно? И можно ли это вообще сделать? Если у нас перекрытие есть то наверное чаще будут попадаться ребра где правильные где ошибки меньше. То есть правильные ребра чаще будут попадаться чем неправильные. Это хороший план. И отсюда можно начинать работать. Думать об этом. Но я скажу сразу что если вы например просто удалите все ребра которые редко попадаются то вы удалите также много хороших ребра. А если еще и короткие то есть короткие последствия. У нас допустим мы же читаем длинные последствия. А расходиться только в коротких местах. короткие ритмы считать не можно. Хороший план. В каком-то из этих направлений нужно двигаться. Но мы не будем на эту тему говорить. Это задача для которой потоки в сетях бы сыграли. Но я опять же не буду значит как вы правильно угадали это действительно люди которых я показал вначале это действительно первые люди чьи геномы прочитали. Тысячи геномов больных раков уже прочитаны и проанализированы. И я надеюсь что я донес до вас что происходит сейчас в этой области это то что биологический эксперимент превращается в рутину. Он фактически делается даже не людьми а машинами. Совершенно стандартный процесс. А вот роль вычислительных методов она непрерывно повышается. Более того есть такое мнение что на самом деле в стоимости генома в будущем большая часть это будет стоимость вычислений а не стоимость самого эксперимента. здесь на самом деле мне кажется может быть большое поле работы для кого-то из вас тем более что похоже что в Санкт-Петербурге есть несколько компаний которые осознали что в этой области будет очень много развиваться и я думаю что через пару лет когда вы закончите университет вас с удовольствием встретят в этих компаний. Значит у меня есть человек полчаса но вы устали почему у них пластырь на лбу из всех десяти почему у них что пластырь на лбу из всех десяти пластырь не знаю надеюсь что у них не с головы пройдет не знаю кином реализм достаточно хорошо значит тогда давайте попробуем я просто для того кому было очень скучно и кто все знает уже немножко совершенно переключим тему и для людей которых более интересуют сложные алгоритмы литмические задачи в этой области я расскажу про несколько задач это наше здание компьютер сайта фахмут а это наш пляж самое сложное это перейти из этого здания и туда легко обратно это на самом деле единственный пирс в США который принадлежит университету там принадлежит университету Калифорнии Сан-Биэто как хорошо университета есть свой пляж пирс пляж пляжей нет частных в Калифорнии все пляжи общественные обильно а так бежишь там пляжи и работаешь это пожалуйста это да но все здания на берегу рядом с этим это здания университета так что от ближайших зданий университета до собственно кромки воды расстояние где-то 10 метров 10-15 университета но есть та часть кампуса где я наход где находится университет очень большой есть здание которое прямо выходит на берег а то здание где я работаю оно находится наверное где-то 20 минут все-таки ходить или есть не больше при береге и эффективность экспоненциальной чем дальше отмежут тем лучше ассорт чем отличается геном человека от генома мыши свыше оттечего полета ответ если вы не заботитесь о мелких вещах как например мутации в отдельных позициях а смотрите на архитектуру на большие выски то геном человека можете представить таким образом геном мыши нужно разрезать на 281 кусок положить их сюда помешать и склеить в любом порядке а есть правильный указ или нет не на 1 не на 1 не на 1 так вот здесь я взял только одну секс-громосомную мыши и секс-громосомную человека и они состоят из 11 больших кусков каждый из них приблизительно 150 миллионов мулеопидов 5% геномов каждый из них и вы видите что эти кусочки расположены в этих геномах эти фрагменты в разном порядке как это случилось то есть 80 миллионов лет назад человек и мышь жил общий предок человека и мышь у него был то есть из этого общего предка каким-то образом с одной стороны он преобразовался в геном мыши и его человек в другом человек и этот вопрос каково эволюционный сценарий эволюционный как это произошло какова организация вот этого предкового генома и самый главный вопрос который неожиданно соединяет эволюцию и медицину это есть ли в нашем геноме какие-то горячие точки в которых вот эти драматические перестановки очень сильное изменение генома случаются много раз и где это случится в следующий раз и когда ведь каждый организм на земле он эволюционирует то есть спецы как это по-русски сказать спецы ну разделяется с другими организмами и наверное для человека рано или поздно это тоже произойдет потому что в какой-то момент каждая популяция разделяется на две популяции и они идут своими собственными путями и теряют превращаются в два разных может быть через миллион лет то же самое если то же самое наверное если не делать применять человеку такие же законы которые мы применяем как всем другим видом то наверное популяция людей может быть разделиться на две популяции что произойдет они будут разные геномы иначе бы это было один вид где произойдет этот разгляд что-что да у мыши длина генома может быть немножко поменьше но длина генома не совершенно не соответствует интеллектуальным способностям от чего это зависит у кого самый большой геном самый большой геном самый большой геном насколько я знаю у саламандов там какое-то японское растение 600 миллиардов 600 миллиардов даже я думаю вы спрашиваете про животных про животных насколько я знаю самый большой у саламандов он наверное раз в 10-20 больше генома человека но вот Коля говорит что есть растения которые любой саламанд по идее геном это же носитель висонных куматах он как-то признаки характеризует скажем животных или человек а у растений обладают таким большим разнообразием признаков то есть вас удивляют что в геномах такое разное количество что оно так варьируется и не соответствует развитию да ну помните я говорил что в геномах очень много также джанк ДН джанк потому что мы не понимаем что оно из себя представляет вот в геномах могут быть очень много повторов генов я сегодня буду говорить про то что геномы иногда дуплицируются то есть полного понимания почему именно саламандры будут иметь такой бариф длинный геном как это связано с тем что они саламандры нет но люди не удивляются тому что есть очень большое различие между разными геномами но с другой стороны то что более удивительно это то что геномы человека геномы червя скажем имеют очень похожее количество генов геном червя меньше чем геном человека где-то раз в 40 но для большинства генов человека вы найдете аналогичный ген червя прежде чем отвечать на этот вопрос нам нужно понимать какие операции эволюционные вообще случаются с геномами самая безобидная операция это операция которая называется реверсел это фрагмент генома переворачивается понятно да строчка просто переворачивает это несомненно это несомненно это несомненно начинается с того что в индивидуальном организме происходит вот такая более в индивидуальном более того в каждом из людей сидящих в этом комнате произошли такие перестановки видимо по сравнению может быть даже потому что если вы возьмете два два человека посмотрите на их геномы между ними много довольно много сотни подобных вещей по моему тысяч подобных вещей это значит так как между двумя людьми я не знаю всего лишь тысяча поколений через тысячу поколений можно следить что это происходит очень часто но то что это происходит то что это происходит часто и на это должен еще накладываться селекция потому что если это плохая перестановка например она разрушает ген плохая версия то на этом ее история вторжения в популяцию закончится вот значит есть то есть несколько вопросов как каково эволюционный сценарий если мы позволяем делать только реверсинг то геном мыши мы можем закодировать как перестановку элементам от 1 до 11 можно превратить геном человека давайте геном человека считать всегда один два и помните гены имеют в зависимости от стран потому что есть два стран две цепочки поэтому это не совсем перестановка а это перестановка со знаками с плюс-минус знак каждый ген имеет направление вот смотря на подобные перестановки можно восстанавливать историю истории касс делать можно довольно аккуратно но сегодня я задам такой вопрос то есть перестановки если про них говорим языком это фактически землетрясение с точки зрения генома это страшное землетрясение когда мы говорим о землетрясениях мы имеем ввиду что землетрясение встречаются в определенных местах много-много раз а в других местах как здесь например в Калифорнии часто мой вопрос что происходит с геномами есть ли места геномов в которых вот такие землетрясения встречаются часто и где такие места или же геномы это совершенно случайные события и вот эти вот преобразования реверсенс встречаются могут встретиться в любом месте этот вопрос не праздный потому что как я уже говорил геном рака характеризуется изменениями в архитектуре генома давайте я расскажу что все таки вот на этой красочной картинке нарисованы есть такая технология которая позволяет хромосомы любого организма раскрасить канонические цвета эти канонические цвета можно выбрать так что давайте говорить о человеке хромосомы 1 человек всегда будет покрашена красным хромосомы 2 зерва если геном нормальный то есть если геном нормальный то вы увидите соответственно каждая хромосома окрашена своим цветом но если геном не нормальный например если в этом геноме части хромосомы 3 и 7 склеились то вы увидите химерическую хромосому которые покрасны в разный цвет понятно вот это здесь как раз и показано и это геном рака груди вернее клеточная линия которая используется для изучения этого рака груди называется mcfc и вы видите колоссальное огромное количество перестановок хромосомы превратились в какую-то красочную мозаику и видно что практически каждая хромосома в этом раковом геноме склеилась из разных хромосом человека понятно что это не новый организм а некоторое образование которое например с таким геномом две осы не могли бы иметь потомство вот и это с каждый практически каждый вид рака ассоциируется с характерными изменениями архитектуры генома и одно из классических такой классический успех раковой медицины это победа 10 приблизительно 10 лет назад над милоидной лекемии я не знаю как это по-русски переводится ну над неким видом лекемии который характеризуется вполне специфическим вполне специфическим преобразованием это сейчас плохо видно вам наверное да я показал хромосомы 9 и 22 в нормальном геноме они выглядят так как они выглядят слева а в геноме лекемии конец хромосомы 9 соединяется с хромосомы 22 конец хромосомы 22 прыгает на хромосомы и в результате возникает онкоджен и это характеристика лекемии почему это я говорю об этом конкретном примере это потому что именно на основе знания конкретного позиции где происходит вот это перестановка удалось создать лекарства глили которые людей которые у которых раньше был исключительно короткий прогноз для жизни теперь живут без каких-либо проблем единственное что оно стоит очень вот и вот есть надежда на то что для для других видов графа если мы начнем понимать если у них есть специфические позиции которые можно таргет с помощью каких-то драк мы сможем добиться успехов вот можно сказать как это лекарство работает потому что геном уже испорчен да лекарство ничего не делает с геномом вы совершенно правы потому что когда геном испорчен сделать что-либо вряд ли можно но проблема вот конкретно почему возникают проблемы в этом случае это потому что во-первых создается такой химерический белок который не должен не существует в нормальном геноме как результат экспрессии этого нормального генома а вот этот белок химерический можно таргетировать с помощью специальных с помощью клевик и фактически заставить его замолчать в организм то есть борьба с последствиями не первопричинам бывает да но лекарств которые будут менять геном в миллиардах клеток организма пока нет но вирусная терапия не меняет геном если в геном вставился репотранспозом его оттуда вытащить не удается если например если например мы докажем что именно в этих местах есть склонность к тому что хромосомы разрываются склеивается по-другому то действительно но еще раз под ход спор я очень важно что я я определил в эволюционном плане то есть это нечто что в ходе эволюции в одном и том же месте был разрез несколько раз если это произошло в ходе эволюции то возможно есть больше шансов этому случаться и в ходе проецироваться на жизнь индивидуал но я хотел бы сейчас то есть есть реарренджмент существует двух контекстов и их важно разделить первый контекст то что мы можем реально видеть например посмотрев на человека или посмотрев на человека то что несомненно подвергалась реаренджмент но не только это они еще выдерживались и существует нечто в контексте рака то что случилось в контексте рака и может быть дало преимущество раковым клеткам потому что но убило организм поэтому важно чувствовать что это на самом деле две связанные но отличающиеся не сомненно проводили эксперименты а можно ли считать эту точку горячей с точки зрения что она происходит я как понял несколько я бы я чувствую себя немножечко некомфортабельно если мы считаем называть горячими точками нечто что связано слюни я прочитаю говорить о горячих точках с точки зрения веномов организмов которые качественные потом мы можем вернуться в конце по моему этого года у меня есть еще 50 слайдов каким образом анализировать подобные вещи в контексте раковины мы этим много занимались с моим пасбоком беном рафаэлл но я боюсь что если мы пойдем в эту сторону в какой момент геном сломался какой момент вводится перестановка геномов когда геном реплицируется репликация геномов это очень точный процесс не только точно он еще корректирует себя но с маленькой вероятностью репликация может проходить не идеально теперь представьте себе когда реплицируется геном то есть делается его копия это 3 миллиарда нуклеотидов должно реплицироваться очень много теперь представьте себе что эти 3 миллиарда нуклеотидов реплицируются в 3 миллиарда людей на земле и даже если эта вероятность ошибки очень маленькая то ошибки все равно возникают в любом случае при каждой репликации возникают ошибки если это одна репликация сейчас секундочку про каждую из этих реарренджмент она произошла при одной репликации но это мало и на самом деле этот процесс не до конца понимает этот процесс ведь я сейчас говорю о репликации которые о реаренджменте которые закрепилась популяция что для этого должно быть должен быть один индивидуум у которого произошла точно такая ошибка репликации должен быть еще по крайней мере еще один индивидуум желательно другого пола у которого точно такая же ошибка репликации произошла эти два человека должны встретить друг другу а не человека существа должны встретить друг другу и каким то образом их потомки должны в конечном счете взять вверх популяция так что оригинальная популяция вытесняется то есть это огромное количество событий которые должны случиться и полного понимания ученых как это реально случается у эволюционных population biologists до сих пор нет то есть казалось бы шансы минимальные одна из теорий одна из теорий которые пытаются объяснить это это то что в некоторых популяциях в какие то моменты времени может быть в какой то момент времени в популяции человека тоже возникнет популяция определенные реоренджины становятся исключительно частыми например половина всех людей если бы половина всех людей имела правильный геном а другая половина имела бы геном с переворотом вот и между ними существует свободное размножение но в какой то момент одна из один из этих вариантов несколько более предпочтительный с элекционной точки зрения он берет вверх в течение каких-нибудь следующих 100 тысяч у меня еще вопрос есть такой то есть у нас вообще при процессе генератора происходит прессингловер комфорт вот они могут вот эти вот точки прессингловера которые где происходят они оказаться подозрительными на взлет пост и про это тоже много люди думали ну давайте не будем мешать рекомбинацию и эволюционный процесс давайте я хочу чтобы мы работали очень просто я хочу создать для вас очень простой сетап я вам даю строчки вернее вот такие вот перестановки вы должны сделать некие выводы из них потому что если мы пойдем в детали связанных вещей скажем с рекомбинацией есть вы может быть слышали что геном человека состоит из блоков рекомбинационных блоков и внутри этих блоков практически не происходит рекомбинация то есть каждый из нас это мозаика вот таких рекомбинационных блоков внутри которых ничего не происходит не происходит огненогительский материал все это может быть связано и с реоренджментом но давайте оставаться на относительно простом я вас хочу вывести на абсолютно алгоритмическую задачу хорошо давайте попробуем дойти и поскольку у нас мало времени я буду я хотел рассказать о трех эволюционных интересных эволюционных вопросах в каждом из них существуют тяжелые алгоритмические задачи но я выделю один только из них я боюсь я не буду вас вам рассказывать о том удивлять вас тем вопросом о том кто ближе к человеку мышь или собака как вы думаете мышь ближе к человеку да что что на самом деле это нерешенный вопрос но большинство людей сейчас думать что мышь ближе вот так вот давайте пойдем посмотрим на random breakage hypothesis т.е. люди думали давно по поводу того как объяснить вот эту разницу в геномной архитектуре и 40 лет назад Сусума Ууна выдвинул random breakage hypothesis о том что этот на самом деле случайный процесс это может произойти в любом месте И, следовательно, не существует таких горячих точек в геномии. И эта гипотеза стала очень популярной. Не просто так. Дело в том, что случайный процесс, если процесс создания таких разрывов геномов и склеек случайный, то из этого следует определенное распределение размеров длины блоков, которые получаются. Если у вас есть фрагмент, и вы начинаете его в случайных местах резать, и после этого посмотрите, как распределяется длина блоков, которые вы разрезали, возникнет некоторое распределение. И по виду этого распределения вы на самом деле можете протестировать, а резали ли вы случайно. Понятно? Так вот, когда Сусумуон обидвинул эту гипотезу, генома человека и мыши еще не было, практически не было информации. Как только она появилась, где-то 20 лет назад, это были не геномы еще, а некоторые косвенные информации о геномах, то выяснилось, что его гипотеза 20-летней давности к тому моменту гениально подтвердилась. Потому что это распределение выглядело точно так же, как следовало бы из этого случайного процесса. И с того момента биологи действительно в нее поверили и строили свои выводы на основе вот этой случайной, теории случайного разрезания. И 8 лет назад мы осмелились и отвергли гипотезу, отвергли random breakage hypothesis и выдвинули свою гипотезу. Где наоборот мы утверждали, что существует маленькое количество хрупких областей горячих точек генома, разрывы происходят главным образом в этих точках. Эти точки сконцентрированы в очень маленькой части, эти области занимают маленькую часть генома, и существует постоянное реиспользование, реюз вот этих разрывов. И теория, о которой мы выглянем, из нее следует, что наш геном – это мозаика двух областей, твердых областей, которые никогда или почти никогда не разрезаются, и хрупких областей, где как раз и происходят вот эти землетрясения. Мы очень порадовались этому, но статья эта привлекла слишком много внимания, и в результате буквально через... Да? У меня вот такой вопрос. Нельзя ли предположить, что в других христа, где не происходят изменения, они в действительности происходят, но просто какие организмы они не выживают? Можно. Такое возможно. Но поскольку в эволюционном процессе мы видим, смотрим только на то, что несомненно, в индивидуальных организмах разрывы происходят везде. Поэтому нас интересует на то, как бы суперпозиция вот этого процесса реаляйджмента и селекционного процесса. Это единственное, что мы можем видеть. Все остальное невидимо для нас. Вот. Нас опровергли. Вскоре, после того, как мы опубликовали эту статью, причем опровергли ни много ни мало, а один из отцов-основателей биоинформатики, математик канадский Дэвид Санков. И он опровергли нас очень элегантно. Он просто сделал случайный эксперимент, то есть симуляцию, как бы разрезание нечто, и показал, что если мы будем делать то же самое, если он делает то же самое, что мы делаем, применит это к совершенно случайному процессу, то он тоже сделает вывод о том, что есть эти горячие точки. Довольно много времени у нас заняло понять, что же происходит. И в конце концов мы выяснили, что их симуляция была... Всего их симуляции выхватил наш. И нам, видимо, они очень торопились опровергнуть. Действительно, статья вышла через 3-4 месяца, после того, как наша статья появилась. И он действительно, вот Дэвид Санков, публично признал свою ошибку. НОСТРА МАКСИМА КУЛПА. Я не знаю, есть ли есть здесь на такие латинские. Я не знаю, что это означает. Наши наибольшие имена. Наши наибольшие имена. И очень было приятно видеть, что прошло всего 8 лет, но фактически вот эта теория хрупкости, она сейчас доминирует в этой области. Практически никто не верит в то, что это случайный процесс. Но то, как мы показали, что эти хрупкие зоны геномика человека существуют, это было некое неконструктивное доказательство, если мы можем говорить о доказательстве биологических контекстов. И это неконструктивное доказательство подразумевало, что геномы эволюционируют один к другому с помощью определенных операций. Одну операцию я описал. Это ревесел, когда просто вы флиппрактно. Давайте подумаем о этой операции таким образом. Эту операцию можно описать таким образом. Вы разрезаете геном в двух частях и после этого склеиваете оставшиеся части панома. Если у вас есть две хромосомы, то вы точно так же можете представить вот эту транслокацию, которую я показал в случае рака, в случае лейкемии, как так же разрез в двух местах. И в результате один кусок хромосомы идет в одну сторону, а другой идет в другую сторону. Так вот, если геном эволюционирует с помощью таких, так называемых, two breaks, breaks в двух местах, разрез в двух разрезах, я буду говорить, two breaks, то тогда действительно о Санкоп согласился с нашим догадаться. Но есть еще один вариант. Есть, хотя и маленькое число известно современной медицине, операции, которые называются транспозит, более экзотика операции, которые называются транспозицию, и они развивают геном в трёхности. Так вот, доказательство того, что если эти операции существуют, то нужно всё передоказывать. Замок. Я пропущу это. Так что времени уже, наверное, нет. Пропущу это. И теперь давайте посмотрим, каким образом, давайте попробуем доказать, что хрупкие области существуют, независимо от того, существуют ли операции, связанные с тремя разрезами или нет. Сколько времени осталось? Просто не хочу мучить. Значит, что такое, давайте сформулируем четко задачу. Что такое sorting by reversals? Даны 2 перестановки. Помните, перестановки у нас со знаками. И нам нужно найти минимальное количество reversals, для того, чтобы преобразовать одну перестановку в другую. На этой задачи думали некоторое время. Наверное, самый известный человек, который думал над похожей задачей, это Билл Гейтс. И здесь на этой картинке он показан с Кристосом Паппаде Витриевым, это профессор Ильбертли, но в 70-х годах он был профессором в Гарварде. Он пришел на первое занятие и решил дать студентам в Гарварде или компьютер-сайминге, задачку, которую он сам решить не мог. И он как раз дал задачку, похожую на ту задачку, о которой я говорю, которая называется задачка переворачивания блинов. Вы знаете эту задачу? Нет. Нет? Я слушаю, это сортировка, это просто в сортировке, да? Если это сортировка, то мы ее не удастся в МЛАГАРИТМАЕМ провести. А, да, на самом деле, да, были в какой-то момент созданы параллельные процессоры для того, чтобы это делать, но я не уверен, что это для задачи сортировки. Ну, хорошо, я расскажу так, давай, по-моему, и в принципе. Представьте себе, что вы официант в ресторане, и повар выпекает блины, но все блины разного размера. И вы не счете блины покупать посетителю ресторана, но вы, то есть они у вас на тарелке разного размера, но посетитель ресторана хочет, чтобы они были идеальной пирамидой. То есть самый большой блин внизу, самый маленький внизу. Значит, вам не разрешается взять рукой блин из середины и всунуть его в другое место. Единственное, что вам разрешается, это взять верхний, допустим, 5 или 10, какое угодно число, n блинов и перевернуть их. Каково минимальное число таких переворачиваний для того, чтобы эта тарелка с плохо организованными блинами превратилась в идеальную пирамиду. Вот это как раз та задача, которую папа Дмитрию дал. Где-то два, когда он рассказывал мне, что пару месяцев к ним никто не подходил, затем подошел студент и сказал, что у него есть идея, не полностью решающая задачу, но ему понравились, не понравились, идея была хорошая, они публиковали статью. Это первая и единственная статья Белокейтса, потому что к концу первого курса он уехал в Балбукирке и стартовал там компанию Майклс. Задача до сих пор не решена. Значит, про сортина, ну в этой задаче, которую Билл Гейтс думал, она отличается от нашей задачи, потому что в их случае можно делать такие реверсал, только начиная с позиции одним, с верхней позиции. В нашем случае мы можем с любой позиции. Но тем не менее люди думали, что задача тяжелая и может быть нерешаемая в полиномиальное время. И в общем, к нашему удивлению, мы нашли полиномиальный алгоритм для решения этой задачи, но он довольно сложный, времени его рассказать у меня не будет. После этого мы стали думать о том, можно ли сделать полиномиальный алгоритм для решения задачи в случае предыдущей задачи, она, конечно, относится только к геному, состоящим из одного хромосома, потому что если это реверсал, то материал не может перепрыгнуть с одной хромосомы на другую. Но в случае геному, как вы знаете, материал прыгает с одной хромосомы на другую. И в этом случае множество операций, оно расширяется. Есть реверсал, есть транслокейшн. Опять же, две разные хромосомы разрезаны в двух местах и переходят со мной на другую. Есть склеивание двух хромосом, есть разрезание хромосомы в любом месте. Вот. Ну, это довольно сложный набор операций, и мы как-то, когда мы обрадовались, когда мы доказали, вот наш алгоритт для первой задачи, но уже для первой задачи доказали, что было порядка 30 страниц в длину, и, но для второй задачи у нас казалось, что нет никакой надежды ее доказать, но в какой-то момент структура, видимо, подобрана очень хорошо комбинаторная, и доказательства этого мы тоже сделали, и в тот момент мы ужасно обрадовались, потому что действительно можно было в первый раз посмотреть на геномы человека и мыши, которые как раз в 95-м году не геномы, а так называемые карты появились, и в то время у нас появился алгоритм и software для того, чтобы это организовать. Но давайте очень быстро вот эта теория, которую мы разработали с Ридару Ханнинхали, который сейчас протестал, только что перешел из университета в Консельвании в университете Мерлин-Ленда. Она довольно сложная. Я постараюсь дать вам простую версию этой теории. Нам нужно сделать упрощение, посчитать, что геномы циклические. И это... Геномы циклические операции немножко другие, чем те, о которых я говорил, и это упростит кое-что. Значит, мы будем представлять хромосому как цикл, который состоит из красных и черных рёбер. Красные рёбра будут кодировать гены, их мы называем логи, а черные просто соединяют последовательные гены. И как я уже говорил, красные рёбра, поскольку это гены, они имеют направление. Плюс-минус. Когда мы делаем реверсал, что происходит геометрический вот с этим, с тем, что... Чему геометрически, какому преобразованию цикла соответствует эта операция? Мы уже знаем, что эта операция соответствует... Нужно разрезать в двух местах. Значит, два чёрных рёбра нужно удалить, два connections, два соединения энергии нужно удалить и склеить по-другому. Значит, нужно добавить два новых чёрных рёбра, потому что каждый склейт — это новая чёрная рёбра. Поэтому вместо вот этих двух рёбер у нас появятся два таких рёбра. Эта операция называется two-brain. То же самое происходит с операцией похожая вещь. Мы можем склеить эти два рёбра, добавить по-другому, и тогда одна хромосома распадётся в две. Это эквивалент трансформации. Значит, мы изучаем подобную роду трансформацию. И обратно, конечно, можно в другом направлении пойти. Мы можем заменить эти два и из двух циклов в порядке. Но в любом случае два чёрных ребра удаляем, два чёрных ребра добавляем. И это как раз определение понятия two-brain. Теперь задача, которую я хочу, чтобы вы решили, это как вычислять two-brain distance. Минимальное количество two-breaks, которое нужно для того, чтобы преобразовать один геном в другой. Эту задачу мы сейчас решим в течение следующих пяти минут. Значит, давайте посмотрим на красный геном, вернее, это два... Гены и в том, и в другом геноме покрашены в красный цвет, но давайте один геном называют чёрным, а другой геном называют зелёным. Я сделаю следующее. Я нарисую гены чёрного геном в таком же порядке, в таком они и идут в зелёным геном. И тогда мой чёрный геном будет немножко по-другому нарисован, но это тот же самый геном, тот же самый цикл. Неважно, как я его рисую. А после этого я наложу зелёный геном на чёрный. Получится такой граф. В этом графе закодирована, на самом деле, история вот этих вот перестановок, как мы сейчас увидим. И структура этого графа нам скажет очень много таких перестановок. Я довольно сложный, я описал это неким образом, но гораздо лучше думать об этом процессе, как просто склеивание красных рёбер в первом, с красными рёберами в втором. То же самое. Думайте о том, во что бы превратился этот граф, я бы выставил склеивать красное бе в первом, с красным рёберами в первом, с бе в втором, си в первом, си в втором. Получилась бы именно такая вещь. Да? Теперь давайте посмотрим на этот breakpoint граф. И давайте из этого breakpoint графа просто удалим красные рёберы, гены. Что останется? Как будет выглядеть граф после того, как мы удалим гены? Останется несколько циклов, потому что, конечно, красные рёбра, ой, чёрные рёбра в первом графе формируют паросочетания. Идеально. Perfect matching. Зелёные рёбра тоже формируют perfect matching. Когда вы налагаете два perfect matching в одном графе, получается набор циклов. И мы будем называть циклическим числом этого графа, это просто количество циклов в этом графе. Понятно? Теперь, когда мы меняем один геном, а другой оставляем один и тот же, например, если мы начинаем менять геном P, то, соответственно, меняется breakpoint граф и меняется циклическое число. Поэтому, если мы геном P преобразовали в геном Q, то есть геномы стали идентичными, каково будет циклическое число идентичных геномам? Просто число генов, конечно. Оно максимальное, да? Отлично. Тогда мы совершенно готовы для доказательств. Давайте начнем с генома P и переведем его в геном Q, как нам и положено. Это значит, что наш breakpoint граф будет меняться от breakpoint графа GPQ breakpoint графа GPQ. Это значит, что число циклов, циклическое число, будет меняться с этой части на F. А на этой части мы знаем, что это просто число генов. Правильно? Значит, в результате этих всех образований количество таких циклов должно увеличиться как раз на эту причину. Количество блоков или генов минус количества циклов. Возникает вопрос, на каждом шаге этой операции насколько я могу поменять количество циклов? Не больше, чем один. Почему? Мы либо переворачиваем, когда количество циклов не меняется, либо мы разрезаем. Сейчас, секундочку. Это не то количество циклов, о которых мы говорим. Это не количество циклов в хромосоме. Это количество циклов в брейкном графе. То есть это немножко путает. Действительно, каждый раз, когда мы делаем операцию, количество циклов в хромосоме меняется на нише и остается постоянно. Но мы здесь говорим о другом графе. Окей, давайте подумаем. Каждый two-brain, как вы знаете, добавляет два новых ребра. Если он добавляет два новых ребра, он может создать по большей мере два новых цикла. По большей мере. Правильно? Но он также удаляет два ребра. И следовательно, так как он удаляет два ребра, эти два ребра тоже принадлежат к каким-то циклам. По меньшей мере одному циклу они принадлежат. Правильно? Если они оба содержатся в одном. И следовательно, изменение числе циклов это 2-1, 1. Значит, всякий раз, когда мы делаем такое преобразование, количество циклов может увеличиться только не больше, чем на 1. На 1 или на 0, либо на минус. Все. Значит, каждый two-brain увеличивает количество циклов. По большей мере на 1. Каждый нетривиальный цикл можно разбить на 2. Значит, можно всегда достичь так, что количество циклов увеличивается на 1. Каждая сортировка включает по крайней мере такое количество операций. И следовательно, вот эта two-brain равняется просто количеству блоков минус нам до цикла. Очень просто. Правильно? Я немножко обманул, потому что реальные геологические операции это не совсем two-brain. И сложность задач, которые мы решали изначальных этих конструкций breakpoint graph, она возникала из-за того, что мы аккуратно моделировали геологические. Можно вопрос? Как вы догадались сформулировать задачу именно в виде такого графа и сказать, у вас получился красивый алгоритм? Сон, сон. Спасибо, если приходит. Ну, это такие вещи приходят не сразу. Несколько сон. Сон будет логично. Значит, что, в чем я вас обманываю? Когда я говорю, что... Почему изначальная задача гораздо сложнее? Понимаете, когда я говорю, что вы можете разрезать в двух местах и склеить. Я как бы предлагаю вам, я подразумеваю, что вы будете склеивать с помощью клипа. Но недобросовестный человек, может просто склеить таким образом, что вот этот вот кусочек здесь превратится в кольцо. И образуется маленькая микрохромосома. Биологически это нереально. Понимаете? Вот этот случай позволяет это сделать. Поэтому это маленький обман для того, чтобы вы могли сами доказать теорию. Но, тем не менее, конструкция вот этого брейкпоиннграфа, она используется в нашей тяжелой конструкции тоже. Так, теперь немножко дальше. Реально, если я открою книгу бюро-медицинской генетики, может быть, 99% реаренджмент, которые вы увидите там, это операции, про которые я рассказал. Но 1, 2, может быть, 3% это более сложная операция, которая называется транспозишн. Транспозишн выглядит вот так. Берется кусочек, скажем, внутри какой-то хромосомы и переносится внутрь какой-то другой хромосомы. Сколько нужно разрезов для того, чтобы это осуществить? 3. В 3 местах нужно разрезать и после этого склеить определенную область. Значит, для этой задачи алгоритмы очень тяжелые. Долго люди пытались делать улучшить аппарат, и долго-долго не могли доказать NP-комплектность этой задачи. NP-комплектность была доказана только где-то этим летом. Наконец-то. Французский математик. Что такое с точки зрения нашей модели, что такое транспозиция? Ну, поскольку это разрез в 3 местах, это удаление 3-х ребер из графа и замена их другими 3-ми ребрами. Правильно? То есть, концептуально очень похоже. И это называется 3-брейк. И 3-брейк может любые 3-бра удалить и 3-ми ребрами на тех же 6-ти режимах конечно заменить. Давайте теперь докажем ту же самую теорему, она нам понадобилась для 3-брейка. Опять преобразуем в P в Q. Следовательно, брейк в графе G-PQ преобразуется в графе G-Q в Q. Количество циклов меняется опять же от циклического числа P-Q до количества блоков. Значит, общее количество циклов увеличивается на это число. Опять вопрос. с как много может один единственный трибрейк, не ту брейк, а трибрейк, насколько он может увеличить. Циклическое число. Не больше, чем на два. Давайте посмотрим. Действительно, он добавляет три ребра, следовательно, количество новых циклов не больше, чем три. он удаляет три ребра, но они принадлежали по крайней мере одному циклу, следовательно, три минус один, два. Они же пара из разного цикла. Если они разным принадлежали, тогда три минус два еще даже лучше. Мы хотим доказать, что не больше, чем на два. Не больше, чем на два. По крайней мере, одному они принадлежали. Если двум, то еще проще. Так, и теперь давайте посчитаем три брейд-вестинка. Каждый три брейд увеличивает число циклов. Тот же самый аргумент. На два, каждый метриллярный цикл можно разлить, каждый сотник. И три брейд-вестинкс в результате количества генов минус количество циклов разделить на два. Потому что на каждом шаге мы можем улучшиться на два. Правильно? Отличное, отличное наблюдение. Да, действительно. Я пытался вас обмануть. Это неправильный стейкл. Потому что если у вас есть цикл размера четыре, но его никак на три цикла не разобьешь. У него просто нет трех ребер для того, чтобы разбивать. и следователь доказательства разбивается. Но мы его сейчас быстро изменим для того, чтобы оно работало. Давайте будем следить не просто за циклами, а за циклами, которые мы будем называть нечетными циклами. Нечетный цикл это цикл, в котором нечетное число черных ребер. То есть цикл длины 6 это нечетный цикл. Цикл длины секундочку. Цикл длины 6 нечетный, цикл длины 8 черный, цикл длины 10 нечетный, цикл длины 12 четный. Так вот, если мы сфокусируемся на нечетных циклах, каждый трибрейн может увеличить количество нечетных циклов конечно больше не на 2. потому что если он нечетный, он был 1. Из него даже если сделаны 3 нечетных, то увеличилось всего лишь на 2. Каждый нетривиальный О-цикл можно разбить на 3, потому что минимального цикла это 6. Размер на 4 уже не работает. и цикл четный можно будет разбить на 2 нечетных цикла с одним-единственным триброй. Просто разделять четный на 2 нечетных. И в результате формула становится количество блоков минус нам бы нечетных циклов миллионный на 2. Это уже параллельно. Сейчас она нам понадобится. Это не просто так. Мы будем после этого доказывать геологические значит после этого когда мы работали над этими задачами для 2 быстро доказали для 4 тоже доказали но немножко сложнее формула гораздо сложнее для 5 доказали а для 6 уже доказать не смогли. Потом стало понятно почему. Потому что для 6 потому что формулы растут вот так. И формула например если бы захотели доказать формулу для 20 break distance там в ней было бы приблизительно 1500 слагаемых. И на самом деле и всякие что было особенно неприятно что идея которая работала для 2 breaks нужно было модифицировать для 3 breaks. Идея которая работала для 3 breaks нужно было на самом деле новую идею предлагать для 4 breaks переходим на уровень 5 опять новую идею это очень неприятное чувство но тем не менее все таки удалось в конце концов найти точную формулу и применять некие методы комбинаторной оптимизации для того чтобы из этого выйти но это теоретические вещи а вот то что мы сделали для 3 break сейчас я вам покажу как это работает давайте доказывать теперь биологическую теорему существуют ли горячие точки в геноме человека я утверждаю что да давайте докажем теперь у нас есть формула для 3 break distance я не буду занимать ничего по поводу эволюции мне не нужно знать что она следует наиболее фарсимония принципу единственное что нужно знать это чисто математический факт что по крайней мере применяя просто формулу для 3 break distance я могу сказать у меня есть человеческие мыши применяя эту формулу к ним я могу сказать что произошло по крайней мере 139 просто смотря на ген у меня с человеком и мыши каждый 3 breaks создает по крайней может создать up to 3 break если бы не было горячих точек то есть если бы эти break points не использовались по второму потребному по четвертому рану то тогда после 139 rearrangement мы бы увидели 417 break но мы на реальные break points можем посмотреть мы знаем сколько между ними break points это просто два сегмента после которых идут разные сегменты мыши и человек то есть их мы можем посчитать мы их посчитали их оказалось всего лишь 281 после этого задается естественный вопрос но этот вопрос на самом деле не так прост как он кажется потому что на него нужно отвечать в вероятностном плане то есть нужно использовать scan statistics и оценивать ну скажем пивы того что это может случиться с simply by и эти пивы числа уж очень в данном случае просто посмотрев на эти числа понятно что было очень большое число переиспользования но если эти числа подкрепить вероятность анализа становится ясно что не могу такого произойти просто дальше если вы согласились со мной что 417 гораздо больше 381 то значит мы пришли к противоречию правильно доказывает теорему пришли к противоречию это значит какие-то предположения в этой теореме неправильно но в этой теореме было одно только предположение где оно это единственное предположение и следовательно мы его опровергли значит было это использование break pointer и мы можем оценить его extend он очень большой ну значит мы все доказали но есть одна проблема мы подразумеваем что каждый 3 break делает 3 breakages in the gym и в результате мы перемножили 139 на правильно но некоторые из них не обязательно должны были помните когда мы делали 3 break 2 break это тоже 3 break как выражено 3 break поэтому некоторые из них могли бы быть 2 break поэтому не имели мы никак права умножать на 3 а если бы мы умножали на 2 да ну никак мы не могли умножать на 3 а если бы мы умножили 139 на 2 то получилось число 278 которое даже меньше чем равность 31 мы ничего бы не доказали вот ну это конечно очень грустно но с другой стороны может быть и не так уж грустно потому что просто нужно доказывать больше теория и проблема которая возникает даны 2 генома пенки и мы должны найти серию k-брей например 3-брей x-in-2 трансформер преобразующий на один геном на другой но на этот раз не минимальное число операций нас интересует а нас интересует минимальное число разрезов какое минимальное число разрезов между двумя геномами нужно сделать по ходу действия для того чтобы превратить один геном в другой и к счастью для этого тоже есть арен который можно доказать и оказывается что это число вычисляется через предыдущее число просто как сумма dk раз d2 после того как мы вычисляем d2 d3 подставляем в эти формулы появляются новые числа минимальное число брейкиш есть 3.85 и в результате 3.85 применяем скэн статистик по прежнему гораздо больше 2.81 и в результате очень трудно теперь людям которые не верят в рандом брейкиш модел с этим спорят понятно как доказывается биологические теоремы хорошо значит ну это все хорошо да мы доказали что действительно существуют горячие точки геном человека обедняем и вот это у нас очень интересный вопрос и много групп сейчас этим занимается и совсем недавно как раз вот у нас вышла статья с Максимом Алексеевым по поводу того где мы пытались объяснить где эти точки находятся и более того где как мы считаем произойдет следующая перестановка в человеческом геноме если мы дожили пока беспокоиться не нужно я думаю тысячу не случится и я на этом пожалуй закончу и не пойду дальше потому что который час в этой области в этой области на самом деле вот то что состоит из нашей последней работы это то что для того чтобы понять где находятся горячие точки геномия человека нам нужно читать как можно больше наших ближайших родственников есть порядка трехсот обезьян которые наши ближайшие родственники которые отделились от нас где-то последние 20-25 миллионов лет и с прочтением каждой новой обезьяны мы будем видеть я думаю что все эти обезьяны будут прочитаны в следующие 2-3 года мы будем видеть где происходили эти брейкс когда мы увидим что в разных обезьянах происходили брейкс в одном и том же месте это как раз те брейкс которые в которых наш геном тоже очень ну а следующее конечно это пытаться понять каким образом раковые что мы можем использовать из изучения эволюции для того чтобы понять что-то раковые этим тоже многие занимаются и будут какие-нибудь разработки в сторону того чтобы сделать аппаратуру которая читает велигия в геноме чтобы она не совершала ошибок когда она это делает вообще есть ли надежда на то что в скором времени таких ошибок не будет и не потребуются такие алгоритмы сложные для того чтобы восстановить пока я не вижу реальной возможности пока пока не видно технологии на горизонте которая позволяет это делать но есть компания которая очень многообещающая двое из наших студентов сейчас там работают и она называется Pacific Via Sciences она пошла другим путем она позволяет она генерирует виды с огромным количеством ошибок но они очень длинные это другой способ упростить задачу но пока что количество ошибок таково что они не конкурентоспособны с существующим каком предел существующих методах про чиповую рассказывать сейчас считаю порядок 120 на самом деле это по-прежнему остается очень активной области в которой если здесь есть физики я не знаю очень например надежда которую питают сейчас физики это то что создание нано-дырки очень через которые может прилетать ДНК и после этого когда ДНК прилетает в зависимости от того а прилетит она очень быстро через взаисимости от того какой нуклеакет прилетает это может регистрироваться и тогда просто действительно это будет как чтение книжки буквы заблок но пока что это по-прежнему годы на разработку но этим много занимаются так пределом в этом случае если это работает это просто весь геном как один литр можно вы говорили немного сосклинировали геном человека мы кучу усилий потратили из шеверчных дамок но что-то собрали а где гарантия что собрали вообще правильно нет более того собрали заведомо неправильно заведомо есть ошибки есть какая-то оценка на то сколько ошибок содержится в нашем собрали есть известно например что в среднем на каждые 100 тысяч нуклеотидов по-моему одна сотня процента ошибки значит 10 ошибок на каждые 100 тысяч где-то так но это не учитывая ошибок сборки серьезных когда неправильно осреднили какие-то прагменты на это оценку прагменты кроме как пересекренировать заново с новыми методами как можно работать с этим длинном сегренировании если в нем есть ошибки точно так же как вы работаете читаете книжку если у меня есть опечатка одна опечатка на каждой странице одна буквка неправильно поставлена на каждой странице все равно книжка получается интересно если плавнив то тогда сложнее но есть надежда что дело в том что наверняка в геномах мыши и всем геномам которые были сегренированы последние 10 лет есть наверняка ошибки в главах особенно я участвовал в большом проекте по сегренированию крысы он особенно знаменит тем что он был плохо собран я его не собирал я занимался изучением перестановок поскольку я савтор статьи я беру геном на себя тоже но геном человека был сегренирован на самом деле аккуратно более аккуратно чем другие потому что он был сегренирован компанией коммерческой вот так как я вам рассказывал а публичным проектом государственным проектом он был сегренирован таким образом геном делился на части размером 200 тысяч нуклеотидов эти части запаковывались специальные векторы вектора которые называются ну фактически баки эти баки отсылались по разным лабораториям мира в этих лабораториях индивидуально читали баки а потом баки складывали вместе так вот сделать ошибку в таком относительно коробком всего 200 тысяч сложнее чем сделать ошибку в огромной сборке трех миллиардов поэтому геном человека считается что он более-менее прилично подряд субрик а у вас вы не собираетесь сегренировать просто посмотрите вы это уже сделали нет я этого еще не сделал но может быть я соберусь я на самом деле фаталист поэтому я не очень интересуюсь по-другому это чисто персонально там фатализм это в смысле наследственных заболеваний но есть же еще в смысле всего нет но есть же еще там оперативные заболевания ну такие да но когда скажут просекренируют я просекренирую как только тысячи баллах так что будет хорошо еще вопрос у меня есть вопрос если можно адресивно жестки у меня не совсем понятно что это переиспользование без разрыва вот у нас есть после того, как в этом месте нашел разрыв и эта часть перевернулась в этом месте здесь была одна конечность здесь другая обе поменьки вот эта точка совершенно изменилась так что же переиспользоваться во второй раз и последовательно совсем другая а смотрите после того, как это изменилось вот эту точку поменьки и эту точку поменьки это третья точка которая произошла разрыв в абсолютном правде есть понятие некого расстояния корруптора разрыв не происходит в той же самой точке но мы здесь говорим о миллиарде ДНК это не миллиардных креативов поэтому если разрыв произошел в десятину креативных рядах то это тот же самый переиспользование горячая точка то есть есть очень короткие области в которых это случается с множеством так, все вопросы закончили большое спасибо 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 спасибо